ПОДПИШИСЬ! Практически готовы, я отправляюсь за ними и будем начинать! Ну что, дорогие мои, будем начинать наши 10 чашек с новыми 10 вкусами табака из Индии под названием Авзал. Табака так сильно нам знакомого, так горячо нами любимого. Табака, который давно ничем нас удивить не мог. Уже прогреваются, в ближайшее время мы их покурим. Что стоит отметить? Стоит отметить, что в пачках появились новые мундштуки одноразовые. Они стали более похожи на мундштуки, приспособленные к российским реалиям. Это теперь внешние мундштуки со ступеньки. Понятно, что никто их никогда не использовал, но это хоть как-то похоже на современную Россию и имеет к ней отношение. Что еще? Безусловно, все пачки, которые есть на обзоре, все они акцизные. Сразу же хочется сказать спасибо компании PointArt. Которая, собственно, и занимается ввозом и акцизированием табака под названием Авзал в Россию. Как и рядом еще довольно популярных в России продуктов. Здесь новые предупреждения. Это уже новый формат, видимо, пачки табака. Здесь действительно довольно жесткие картинки. Здесь парадонтоз, всякие новообразования, рак горла. Ну, реально жестко. То есть то, что раньше можно было увидеть за границей на пачках сигарет, это сейчас нарисовано у нас. И реально прям довольно жестко. Мертворождение, гангрена и прям фотографии мертворождения и гангрена. Реально жестко. Итак, новые 10 вкусов. О чем сегодня пойдет речь? Это, насколько я понимаю, четыре новые вкуса Панраса. Собственно. Sweet Pan, Pan Twist, Special Pan и Kisan Pan какой-то. Это более приземленный апельсиновый крем, грейпфрут, крем-карамель, лимонный пирог, лимон и сливки. Не будем сильно долго разглагольствовать. Все вы с продуктом знакомы. Будем просто пробовать делиться своими впечатлениями. Главное, это найти необходимые под кальяны шланги. Так, начнем с самого дальнего. С кальяны Mad Peer. Речь пойдет о вкусе, который называется слипкие. Сразу же говорю, что есть официальная версия о том, как пахнут вкусы, что из себя представляет. Ее считать мы не будем. Как всегда, просто поделюсь своими впечатлениями, ни больше ни меньше. Попробуем воспользоваться ему штуком, который шел в комплекте. Ничего не получится. Ладно, курим так. Поехали. Новый вкус обзала под названием сливки. Ничего не прогряда. Вова, ты уверен, что это слипкие? Да. Какие стоят? Вова, это лимон. Слипкие можно? Блядь, потому что это лимон. Перекутанный. Ну хуево. Я это оставлю, блядь, в видосе. Это Владимир. Первый вкус обзала, который мы пробуем, называется лимон. Я бы не сказал, что аромат мне очень нравится. Аромат довольно приторный. Аромат, безусловно, отдаленно пахнет лимоном. Но в соло я его пурить никогда бы не стал. И связано это с тем, что сильно едкая аромка. И местами даже немножко похожая на какой-то освежитель воздуха, что ли. Продолжим. Что у нас есть еще? Это у нас от Вулкек. Следующий аромат у нас называется лимонный пирог. Лимонный пирог, кстати, довольно круто пах из пачки. Как это курица выясним сейчас. Слушайте, ну это привычное нам понимание лимонного пирога. Действительно похоже на то, что мы привыкли видеть у Адалии, у Щербета и у всех остальных такого рода продуктов. Тем не менее, чуть-чуть более приятно, чуть-чуть более ярко ощущается вот эта составляющая кремовая. Довольно прикольно, несмотря на то, что такого рода десертные продукты, десертные вкусы табака мне нравятся не очень сильно. Это довольно себе симпатично. Следующий вкус будет называться как раз сливки. Мы снова передаем привет Владимиру. И со второго раза пробуем. Вкус просто молока. Вкус, скорее всего, который можно использовать только в миксах. В соло курице предельно неприятно, но для того, чтобы добавить, наверное, каких-то сливочных ноток куда-нибудь, подойдет. Но в соло вообще невыносимо будет невкусно. Дальше. Крем-карамель. Давайте, кстати, раскидывать, что вкусно, что невкусно. Сливки невкусно. Лимон, ну, скажем так, в соло невкусно, но мешать можно. Давай три пачки, три столбки сделаем. Лимонный пирог вкусно. Так, мы пробуем крем-карамель. Охуенно пахнущий из пачки вкус. Слушайте, тоже довольно приторно курица в соло. Отдаленно, но напоминает сливки те же самые, но с привкусом какой-то карамели. И эта карамель как раз-таки делает аромат довольно сносным к курению в соло. Поэтому мы его запишем просто в нормальный вкус. Продолжаем. Куда мы еще можем ставить шланг с уплотнителем? Можем его ставить во вкус, который называется пан-твист. И тут начинается самое интересное. Пробуем четыре новых вкуса пан-раса. Я просто вчера вечером еду, думаю, почему не попробовать четыре новых вкуса пан-раса. И вот так совпало, что пробую четыре новые вкуса в зал. Итак, пан-твист. Ладно, я для себя основной задачей ставлю разобраться, если в них какая-то разница, и обозначить ее вам. Скажем так, пан-твист. Ну и если я должен почувствовать какое-то отличие в одном из этих вкусов пан-раса от классического понимания пан-раса, от классического пан-раса от компании Азал, я обязательно об этом скажу. В этом вкусе я никаких отличий не ощущаю, поэтому я его ложу сразу же в стопку к вкусам, которые меня не впечатлили. Дальше. Следующий вкус у нас называется спешл пан. Жестко. Слушайте, ну это опять пан-рас чуть более свежий. Ладно, для тех, кому нравится пан-рас, мы его запишем в центральную категорию. Можно попробовать. Пан-рас чуть более свежий. Ну нормально, кстати, курица. Ничего необычного, но довольно сносно. Дальше. У нас осталось что? У нас осталось 4 вкуса. Нам на эти кальяны нужны специальные шланги. Их мы сейчас возьмем. Так, это у нас джинифлекс. Следующий вкус пан-раса называется шафран-па. То, что мне так долго не хватало. Слушайте, ну на самом деле это, наверное, даже поприятнее, чем стандартный вкус пан-раса. Я не могу прям со стоп... Ну, безусловно, безусловно, есть какие-то нотки шафрана. Помимо этого ощущаются какие-то нотки чего-то цитрусового. Этот вкус мы 100% занесем в актив. Пан-рас, который, в принципе, стоит покурить, попробовать, который довольно неплох. Его мы ставим во вкус, который нам понравится. Так, лайк. Что у нас осталось? Остался у нас последний вкус пан-раса, который называется свит-пан. Вкус, который я уже пробовал. Вкус, который я сразу же кидаю в беспонтовые аромки. Вкус пан-раса с цветочным ароматом по официальной версии. Но в сочетании это пахнет пан-расом, который покурили в туалете и покшикали освежительным цветочным воздухом. Это довольно специфично. Это точно дизлайк, это вообще курить невозможно. Просто невозможно. Это просто жесть. Это, блядь, прям, блядь. Нахуй. Так, что у нас еще осталось? Джинни Вендетта тоже. Здесь снайпер что-то есть. Вкус апельсиновый крем. Пахнет очень круто из пачки. Также крутые курицы. Апельсиновый крем очень-очень-очень сильно похож на апельсиновый крем от... Кремовый апельсин от Аргелине. Похож практически один в один. Чуть больше ноток чего-то кремового. А может и так же. Ну, короче, прям на проценты 90-е идентичен к кремовому апельсину от компании Аргелине, который уже на рынке не существует. И ее место занял бренд под именем Вега. Аромка лайк. Тем, кому нравилась Аргелине, закатит 100%. И последний вкус, который у нас остался... Подойдет? О, отлично. Последний вкус, который у нас остался, это грейпфрут. Грейпфрут, который я уже курил. Не помню, каким он оставил мне впечатление. Поэтому попробую сформировать прямо сейчас. Да, лайк. Насыщенный, сочный, яркий вкус грейпфрута. Отдаленно напоминающий тот самый непередаваемый, ебейший, лучший на рынке грейпфрут от компании Альпакер. Аромка очень похожа на грейпфрута от Альпача, только чуть-чуть меньше ощущается та самая ароматика грейпфрутовой корки. Чуть больше, наверное, какого-то сока или мякоти. Более яркий, более выраженный вкус, не такой резкий. Его мы тоже запишем в актив. Итак, по итогу, что у нас получилось? У нас получилось вместе с улетевшим цветочным панрасом три вкуса, которые я пробовать настоятельно вообще не советую. Только если вы, наверное, запредельно любите панрас. Это цветочный пан, это пан твист, это сливки. Полный дизлайк. Что можно попробовать? Это лимон, это крем-карамель и это спешл пан. Спешл пан можно покурить, в принципе, в соло. Что касается этих двух ароматов, только мешать. Ничего хорошего из них в соло не получится. То, что мы запишем в стопроцентный актив. Это лимонный пирог лайк. Шафран пан действительно стоит попробовать. Действительно нормально курица. Апельсиновый крем в целом лайк. Грейпфрут в целом лайк. Итого, по итогу. Мы имеем 7 вкусов, которые можно использовать в работе. 7 вкусов, которые я оценил. 7 вкусов, которые мне более-менее понравились. Понравились. Так же, как надеюсь, вам понравился этот выпуск. Я напоминаю, что мы вещали из краснодарской франшизы проекта Ну а хули смог. Франшиза, которую вам обязательно нужно будет посетить, когда вы приедете в Краснодар навиду с моим проектом, соответственно. Франшиза, ссылку на которую я обязательно укажу в описании к видео. Я по-прежнему безмерно благодарен, что вы остаетесь с нами. И мы по-прежнему в раннюю рань, пока все закрыто, встали, приехали, собрались с мыслями для того, чтобы подготовить вам интересный, крутой контент. Надеюсь, вы благодарны. Ставьте лайк. Подписывайтесь на канал, если еще этого не сделали. Рассказывайте своим друзьям. Чо кого? Сучара!